Четвертый международный саммит по бережливым технологиям проходит под девизом «Умные производственные системы – новая эра бережливости». Чтобы устранить все виды потерь на производстве, в процесс оптимизации бизнеса должен быть внедрен каждый сотрудник, отмечают спикеры. Лидер по внедрению бережливых технологий Горьковский автомобильный завод улучшать свои показатели с помощью производственной системы начал еще в 2003 году. А на сегодняшний день производительность труда газа увеличилась на 10%. Результат работы бережливых технологий ощутили и работники, освободив их от лишней работы и заняв выполнением лишь производительного труда, персоналу повысили заработную плату. В этом году наметился небольшой положительный сдвиг. За первые три месяца мы чуть-чуть увеличиваем производство и продажу своих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И заслуга в том числе и производственной системы, в том, что мы остаемся прибыльными. Для российского слушателя, наверное, проще будет фраза «организация производства». Если еще добавить кое-что, организация производства в соответствии со здравым смыслом. Потому что все, что мы делаем, соответствует некой стратегии. А стратегии направлены на достижение бизнес-целей компании. Бережливые технологии в свое производство вот уже 7 лет внедряет агрохолдинг «Кубань» за это время. И благодаря правильной организации работы растеньеводческих и их животноводческих ферм, отмечает руководство, копилка компаний пополнилась семью миллиардами рублей. Это, прежде всего, порядок. Это ничего лишнего на рабочих местах, исключение лишних перемещений, исключение потерь, четкое управление качеством. Это самое перспективное направление, которым заниматься может любое хозяйство, которое приносит свои результаты. Прежде всего, приносит свои результаты, что формируется определенный класс людей, которые действительно генерируют идеи. Внедрять так называемую философию бережливости в массы решили и власти края. Пилотной площадкой выступит Усть-Слабинский район. Думать об эффективности своей работы придется властям всех уровней. Участниками обучающих семинаров там станут все муниципальные работники и госслужащие. Об этом говорит и губернатор Веним Иванович, что необходимо повышать эффективность. Здесь вот такие вот нетривиальные подходы, которые мы сегодня видим, бережливые технологии, они не требуют дополнительных сверхресурсов. Это не модернизация производства, это не новые станки, оборудование. Это отлаживание как организационных, так и производственных процессов с точки зрения повышения как качества товара, так и производительности труда. Пример работы бережливой администрации со временем станут перенимать и коммерческие организации Кубани. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.